у вас дома такая книга есть на мусульмане то вы хоть какую-то книгу считаете или нет считаете да вы содержание знаете такой у тебя дома такая книга есть у бабушки за стеной а бабушка спит да ну а ты сам то считал ее а почему к почему не считал то так а тебе сколько лет 15 и ты сам не считал а почему же так это же библия слово божие она научает нас рассказывает как иисус христос умер за наши грехи и воскрес знаешь да а в храм-то ходишь нет вот как а как у вас священника звать серги евгения что-то ничего не понимаешь евгений евгений да да понятно а почему же тебя своего евангелия это нету ты же большой уже да ты попроси денег у родителей докупив храме продаются хоть и ну да евангелие ты будешь знать заучивать наизусть на картоночке выписывай места писания ты молодой у тебя разум ты быстро запоминает ну да а ты тут у себя перед переключать то можешь вот у меня большой канал есть если хочешь я тебя назову его большой канал называется во свете библии во свете библии запиши во свете библии игнати лапкин это я и там ты найдешь ответ на многие вопросы я 48 лет считай начальник детского лагеря ты увидишь мы строим деревню православную где нельзя пить курить материться воровать живут все как одна семья у нас очень интересно у меня две голубят не ты увидишь как с голубями занимаюсь до красота такая даже гляжу сейчас тут это у меня кошки есть кормлю воробьев околос около ста воробьев у меня кормушки большие много-много воробьев очень даже ну и голуби налетает до 45 голубей тоже кормлю так интересно это так видишь как а тебя так как говоришь зайди обязательно а если пожелаешь больше беседовать то skype есть такое знаешь skype вот скайпе игнати лапки нас и зарядишь запиши себе ты на меня выйдешь я тебе свои ресурсы скину туда ты будешь на ресурсах ты нигде больше такого не найдешь там мои книги книги есть стихотворения песнопения тебя как звать то александр значит защитник переводе на русский язык знаешь да молодец вот так а ты поговори там баба тебе может подарить библию чтобы она у тебя на столе было да вот какая встреча у нас приятная произошла с богом храни тебя господь во славу божию вы желаете поговорить о душе о вечности что человека ждет после смерти даже страшно слово божие не ложно сообщает нам о великой радостной весе что иисус христос умер и воскрес для нашего оправдания и любой может прийти веровать в него и начать жить новой жизнью родившись свыше у вас евангелия то нет дома вы верующий не верите а почему не верить это вот так но вы ни разу и не считали книгу то ничего не знаете почему же не знаете ну что мусульмане тоже люди тоже умирать будут мы верим что иисус христос умер за наши грехи он спаситель но это хорошо если верить и а без имени христа никак не спастись деяния апостолов 4 12 ну правильно ты по своему то правильно а бог то будет судить нас по евангелию от я на 14 2 12 48 что всем предстать придется слово божие будет судить нас а словом божием называется евангелие а вы эту книгу знаете что там написано то считали ее вы читали нет вы не можете сказать что написано 5 сура 47 66 аят о чем говорят все сразу сгинул говорить о душе о вечность о спасении вот в доме у вас такая книга есть смотрите как вы знаете что иисус христос умер на кресте а и на третий день воскрес он умер за наши грехи по любви своей и сегодня у всех зовет придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокоил вас и найдете покой душам вашим с богом жизнь совершенно другая спрашивает как дела я говорю с богом христос сказал кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет в огне с сатаной вместе блудники пьяницы наркоманы они будут гореть сатаной вместе а вы знаете вот такой крестик можно носить вообще я не вижу какой она что он кривой какой-то нет нет он сам нос а где вы его вы его где взяли то но я не знаю родители подарили надо в церкви покупать освященный крестик в церкви православной а так я не знаю так я не вижу но вижу что крестик вроде бы крестик то не спасает он только напоминает нам о том что и за наши грехи умер христос это самая главная весть весь ветхий завет говорил об этом что придет спаситель мира и когда люди имеют страх перед богом они не делают то что люди в мире делают не пьют и курят не скверно словят у них другая жизнь вот у вас если какие вопросы есть вы можете задать о душе о вечности вроде нету но у нас большой есть видеоканал если желаете можете зайти увидеть как у нас люди живут молятся работают какие у нас юноши девицы у нас без платка ни одной нету два платка надетая как хиджаб платье до полу никто не красится мы строим деревню православную где нельзя лгать пить курить материться воровать у нас нет ни одного аборта ни одного развода вот а без бога это все сплошняком идет так вы можете зайти на наш канал он называется во свете библии игнатий лапкин самый большой в ю тубе канал 20 тысяч 400 роликов наших роликов и общий просмотр 46 миллионов вот вы можете посмотреть а если по скайпу игнатий лапкин найдете то там я могу с вами встретиться все ресурсы скинуть евангелие надо купить чтобы дома можно было считать молиться жизнь коротенькая не успеешь глянуть уже пора уходить с богом что мне 81 год город барнаул алтайский край лапкин игнатий тихонович вот 80 лет а я до 100 лет тут в этой рулетке то добра мало тут мужики голые валяются женщины трясут чем не надо безобразие столько здесь ужасно содом и гамора бог будет выжигать до тла это все которые люди знают верующие они хранят себя от греха они веруют ходят в церковь исповедуются причащаются а у неверующих ничего этого нет ни поста не креста но если вопросов нету будем расставаться храни вас господь до свидания мы проповедуем слово божие что христос умер за грехи людей воскрес вы главное то знаете для чего человек живет какая цель у него должна быть а серафим саровский вам известен кто такой даже не слышали да он отвечает так смысл жизни стяжание духа святого три слова вот чем загадка то люди даже не знают для чего родились и и в этой рулетке торчат в содоме и гаморе сгнивают здесь учатся всякой мерзости матеркам что иисус христос по любви своей сошел на земли умер за грехи людей и воскрес третий день и ныне он призывает всех покаянию чтобы богу служили жили свято что после смерти быть в раю а не в аду с дьяволом все не веришь ни во что не так живешь и живешь поел соправился опять за стол это еще жизнь такая а чем она отличается от жизни животного такие же физиологические процессы где там старик сидишь вы в церковь никогда не ходите сегодня ходил сегодня ходил а евангелие я в церковь не хожу я в мечеть хожу в мечеть ходишь а вот как значит эту книгу считал вот каранда а теперь вот это считал что написано да ну считай что написано это не по нашему языку то-то и она на 2000 человек только один прочитал да как вы можете исполнять эту книгу что написано вам когда вы ее не знаете содержание там аминь знаете ян затаус говорит так если ты не считаешь ты не знаешь закона божия а не знает и его нарушаешь а нарушая погибаешь и все от того что не считаешь слава иисусу христу ко мозги повыграть ложа мужчинам половина голые лежат процентов 90 мусульмане ничего здесь нету чтобы было чисто плотное хорошее блуд сквернословия пьянство это ад мы пришли сюда сказать что ждет людей за это по слову божию и возвестить о великой радости что иисус умер за грехи и воскрес для оправдания кающихся еще подмогу ищите поворачивайтесь вы сами о своей душе подумайте сегодня есть возможность вам узнать для чего человек живет парни надеял собрались ну вы поднимитесь выше чтобы вас видно было надеял собрался я просто телефон ближе поднять что мне и и